В Юрмальской больнице завершается реновация, и врачи уже начали принимать пациентов в отремонтированных помещениях. Ко мне присоединилась Галина Сладовник. Она расскажет подробнее. Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Уже отремонтировано хирургическое отделение помещения, где будут принимать семейные врачи и расширено родильное отделение. В Юрмальской больнице завершается реновация. Удобнее стало и врачам, и пациентам. В Юрмальской больнице два хирургических отделения. Но несколько лет пациенты вынуждены были ютиться в одном помещении. Нередко кровати стояли даже в коридоре. Теперь в новых помещениях только одноместные и двухместные палаты. Здесь всё теперь по стандартам. В руках ничего не носим. У нас есть специальное оборудование. Ходим только с колясками. В зале ожидания все могут сидеть. Есть гардероб. И наш кабинет отремонтирован. Светлый стал и шире. Теперь нам удобнее работать. Проект реновации был начат восемь лет назад. И в этом году завершена третья очередь. Финансирование составило почти полтора миллиона евро. В прошлом году в Юрмальской больнице прошли лечение около пяти тысяч пациентов. В Далгопилском крае построены две туристические смотровые вышки, с высоты которых теперь можно любоваться красочными пейзажами. В Науэнской волосе на территории природного парка Даугава-Слоки открылась новая 20-метровая смотровая вышка Васаргелешки. Это одно из излюбленных туристических мест. Здесь можно увидеть два из восьми красочных изгибов Даугавы. А залив Розалешки у многих ассоциируется с латами. Именно этот пейзаж был изображен на десятилатовой купюре. Рядом со смотровыми вышками будет оборудовано место для костра, детская площадка и стоянка. Мы защищаем природу, но в то же время понимаем, что природу надо открыть людям, обществу, потому что у нас красиво и есть что показать. В этом году Управление по защите среды дополнило природные парки Латгали несколькими новыми объектами и разработало общий туристический маршрут. В центре Марка Ротко в ближайшие три месяца можно будет посмотреть девять выставок как латвийских, так и зарубежных художников. Жанры и техники отличаются. Художники представляют разные страны и культуры. Но многообразие выставок объединяет мотив движения, который художники пытались поймать во форте, фотографиях и картинах, инсталляциях и текстиле. Некоторые работы как перформансы, другие основаны на технике шитья, чем-то напоминают картины. Эта работа – абстракция, сеть паука, сделана из многих кусочков ткани. Свои работы покажут более 30 художников. Выставки будут открыты до середины января 2016 года.